Как выбрать беговую дорожку для дома, на что обратить внимание при покупке и что скрывают продавцы. Советы от мастеров по ремонту тренажеров сервисного центра Fix for Gym Харьков. Ставьте чаек, мы начинаем. Максимально допустимый вес пользователя – это, пожалуй, один из важнейших показателей, на которые стоит обратить внимание при выборе беговой дорожки. При расчете допустимого веса производитель учитывает несколько параметров – амортизацию деки, ее толщину и мощность двигателя. Дека – это основание под беговым полотном, по которому вы будете бегать или ходить. В большинстве случаев это лист МДФ, который покрывают специальным скользящим слоем. В случае с домашними беговыми дорожками толщины бывает 12, 16 и 19 мм. Производители-продавец обычно придерживаются следующих рекомендаций. 12 мм. до 80 кг, 16 мм. до 130 кг и 19 мм. до 150 кг. За долгие годы работы в сервисе и с определенного времени, как производитель этих самых дек, с огромной уверенностью могу вам заявить, данные цифры слегка преувеличены. Из личного опыта, 12 мм. я бы рекомендовал до 60 кг, 16 мм. до 90 кг и 19 мм. до 130 кг. Встречаются, конечно, и деки с толщиной 26 мм, но это уже ближе к профессиональным беговым дорожкам, о которых мы поговорим в наших следующих видео. Что будет с декой при несоблюдении весовой категории, думаю, объяснять не стоит. Основная уловка продавцов, как бы это дико не звучало, выдавать массу тренажера за рекомендованный вес пользователя. Помимо толщины деки, вес пользователя также влияет на выбор мощности двигателя. Но не он один. Характер и интенсивность тренировок также важны. Самый часто задаваемый вопрос, мне нужна простенькая дорожка только для ходьбы. При выборе такого характера занятий, вы должны понимать, что при ходьбе нагрузка на двигатель как раз-таки выше, чем при беге. В домашних беговых дорожках, о которых идет речь производитель, использует двигатель постоянного тока. У данных типов двигателя ресурс в разы меньше, чем у двигателей переменного. Что вполне логично, так как такие дорожки рассчитаны на щадящий режим работы в домашних условиях, в отличии от профессионального оборудования. Еще одним важным отличием этих двигателей является наличие магнитов, которые за время эксплуатации теряют мощность. Кстати, это одна из основных причин, по которой я всегда отговариваю от желания купить п.у. беговую дорожку. Если вы регулярно просматриваете наши ролики, проверить состояние деки и полотна, вы еще маломальски сможете. А вот на сколько хватит двигателя, ни одна гадалка и даже сам победитель битвы экстрасенсов вам не скажут. В общем, при выборе тренажера, мощность двигателя очень важна. А теперь о буловках. Основная хитрость продавцов, точно так же как и производителей, указывать не реальную мощность двигателя, а пиковую. Они как правило отличаются в разы. Дело в том, что пиковая мощность, это мощность двигателя при максимальной нагрузке. Как пример, если вы запустите беговую дорожку и при этом стартуете не с боковых подставок, а стоя на полотне, двигатель буквально срывает вас с места. При этом мощность при рывке максимальная, а дальше после раскрутки возвращается в свое рабочее состояние. Именно поэтому производитель настоятельно рекомендует начинать занятие с боковых подставок. Это уменьшает нагрузку и, что вполне логично, увеличивает срок службы беговой дорожки. Фактическая мощность двигателя указана на нем самом, для чего нужно не лениться и проверять бирху на двигателе. Беговое полотно это лента, натянутая между передним и задним валами, по которой вы будете бегать или ходить при занятии на беговой дорожке. В зависимости от размеров тренажера она будет отличаться не только по материалу, но также изменяться по длине и ширине. Не думаю, что нужно объяснять тот факт, что от размеров бегового полотна будет зависеть и длина шага во время занятий спортом. Здесь все просто. Нужно сопоставить свой рост с размерами бегового полотна. Ведь человеку с ростом около 2 метров будет довольно некомфортно заниматься на полотне, скажем, длиной 1 метр и шириной 35 сантиметров. На такой дорожке проще будет бегать вокруг нее, чем на ней. Более подробно о том, что такое беговое полотно, из чего оно состоит и как мы его производим, вы можете ознакомиться в развернутом видео на нашем канале. Уловок здесь мало, так же как и способов подбора. Единственное что, это несоответствие размеров, указанных в инструкции, которые, как правило, отличаются от фактического на несколько сантиметров, что и указывает продавец в характеристиках. Именно по этой причине, при замене полотна, мы настоятельно рекомендуем производить замеры самостоятельно, о чем есть тоже подробное видео. Самый лучший способ, как узнать, удобно ли будет вам заниматься, это самостоятельно пройтись или пробежаться на подобном тренажере, в зале или при выборе в магазине. Что касается функционала тренажера, тут вам предстоит сделать выбор, исходя из ваших потребностей и фантазий. Современные тренажеры оснащены множеством разных наворотов и полезных функций, от наличия минимального количества предустановленных программ до тачскрина и доступа в интернет. К примеру, практически все беговые дорожки оснащены датчиками пульса, но знаете ли вы, что практически все они не являются медицинскими и не рекомендованы для точного измерения? Данные этих датчиков имеют погрешность и разбег в показаниях от минус 15 до плюс 15 единиц и служат лишь для контроля резкого изменения пульса, плюс привязки к различным предустановленным программам. Соответственно, если вы привязаны к пульсометру, лучше рассматривать тренажер с возможностью подключения внешнего датчика типа Polar. Также, если вы рассматриваете беговую дорожку, к примеру, как реабилитацию для своих стареньких родителей, им в принципе не нужен тачскрин с доступом в сеть, а вполне подойдет функционал обычной LED консоли. А если нужен на ворот, то простой подставки под планшет, телефон или книгу будет более чем достаточно. То же самое могу сказать о различных встроенных вентиляторах, колонках и подключениях iPad. Одним словом, здесь никаких хитростей, кроме как впарить абсолютно не нужную лично вам функцию продавец не намерен. Но выбор всегда за вами и вполне возможно, что диодная подсветка при беге, пульсирующая в ритм движения, будет вам по вкусу. Как специалист по ремонту и обслуживанию тренажеров, я бы поставил этот пункт на первое место. В современном мире, а исходя из последних событий, связанных с пандемией, все больше и больше продавцов уходит в онлайн. Основной площадкой для продажи тренажеров являются интернет-магазины. И что самое печальное для покупателя, большая часть продавцов не имеют своего сервисного центра. Да что уж сервисного центра, даже собственного склада тренажеров. Примерно 80% интернет-магазинов работают по принципу «я знаю где купить и у меня там хорошая скидка». По сути, они выступают контрагентами, связывая вас и реального продавца, имея свой процент. Добросовестные продавцы, давно работающие на этом рынке, также имеют контакты сервиса и в случае проблемы с тренажером, решают ваш вопрос. Но таких продавцов очень мало, по крайней мере в моей стране. У меня собственный сервисный центр и вы даже не представляете, сколько поступает звонков от таких вот довольных клиентов, от которых попросту избавляются, впаривая им номер моего сервиса как гарантийного. Так что при выборе тренажера я настоятельно рекомендую узнать, есть ли официальный сервисный центр и желательно в вашей стране, а не в Китае. В противном случае вы можете остаться с проблемным тренажером один на один. Подписывайтесь на канал и делаем спорт вместе.